Академия Челышева Я вас произведу сегодня в баронессе. Ну и кто вас будет признавать? Даже муж, наверное, не будет признавать вас в баронессе. Они по-прежнему слишком далеки от народа потомки Голицыных и отпроски Раевских. В России на километр территории давно не просто литры, тонны голубой крови. Один парламент чего стоит. Коржаков – князь, Селезнев – князь, сенатор Нарусова – княгиня. Депутат Митрофанов тоже титулованный. Я считаю, что любые награды в условиях демократического общества надо благодарно принимать. Кто и как раздает титулы, системе не поддается. Но делается это по одной схеме. Вдруг, как в сказке, откроется дверь. Добрый день. Я король. Дорогие мои. Вот, господа, этой шпагой мы посвящаем во дворянство, в рыцаре. Князь Бугаев Понятовский – потомок польских королей и Чингисхана. Он же граф де Бурбон, де Анжу и де Наполис. Сделал князем мэра Лужкова и даже Шварценеггера облагодетельствовал. Железной армии теперь граф. На князя Путина возлагаются особые надежды. Мы попробуем уговорить Владимира Владимировича стать правящим регентом при юном императоре из Испании Николай III. И дочь Путина может выйти за него замуж, за этого юного императора. Князь за титулы денег не берет, но от помощи не отказывается. Производство реквизита недешево. Между тем, все желающие могут приобщиться к элите. Купить титул барона можно всего за 5000 евро. Специалисты говорят, что увлечение родословной и ее улучшение явление вечное. Римский Корсаков, например, целый труд научный написал о том, что его предок сам Геркулес. Так что современные регенты и магистры еще скромничают. По крайней мере, не требуют диплома царя зверей или удостоверения Зевса-громовежца.